Друзья, приветствую всех! В этом видео я вам расскажу, что такое инстардинг. Хочу познакомить вас с философией и миссией проекта. Окончательную трактовку миссии я закончил еще в 2021 году и с тех пор ни разу не публиковал всю эту информацию в одном месте. Я где-то там в отдельных постах об этом писал, в каких-то видео затрагивал именно миссию нашего проекта, но никогда не собирал вот все это в одном месте. Тем более сейчас как раз-таки очень подходящее для этого время, потому что мир очень сильно изменился, очень много сейчас в мире всяких противоречий. И вот очень многие подписчики, люди не понимают до конца нашу философию, не понимают, почему я об одних вещах говорю, а об одних не говорю. Почему я вот это делаю, а вот это не делаю. В общем, после этого видео, друзья, у вас не будет никаких вопросов и вы сможете определиться, стоит вам смотреть наш проект или не стоит. Начать я хотел бы с того, что вот по философии инстардинг принципы никогда не меняются, никогда. Я свои принципы никогда не меняю. Что бы ни происходило в мире, принципы никогда не меняются. Те принципы, которые ведут к счастью. Подходы, правила, это все меняется, но принципы никогда не меняются. Чтобы меня все поняли, я всегда привожу такой простой пример, принцип откладывания денег. Я постоянно откладываю деньги. Этот принцип я никогда не меняю, ничего не нарушаю, я постоянно откладываю деньги. А вот правила можно менять. Да сколько откладывать? Здесь все зависит, конечно же, от человека, от условий, в которых он живет. Кто-то может откладывать 1% в месяц, кто-то 5%, кто-то 10%, кто-то и 20% в месяц может откладывать. Поэтому правила меняются, принципы никогда не меняются. Что бы, подчеркну, что бы не происходило в этом мире. Итак, что такое инстардинг? Инстардинг это интернациональный, вот я хочу для всех подчеркнуть, это интернациональный мотивационно-образовательный проект по финансовой грамотности, личностному росту и счастью. Происходит слово инстардинг от двух слов. Первое слово инвестор, сокращенно инстар, по философии инстардинг, каждый человек является инвестором. Все мы с вами инвестируем каждый день. Кто-то покупает, тратит деньги на сигареты, алкоголь, он инвестирует в свое плохое здоровье. Кто-то покупает книгу, он инвестирует в себя. Кто-то смотрит целыми днями сериалы, игры. Он инвестирует в свое время, в сериалы, в игры. В общем, как инвестируем, так и живем. В общем, первое слово инвестор, сокращенно инстар. И второе слово трейдинг, сокращенно динг. Трейдинг это торговля, но я использую его в таком более широком смысле, как обмен. Потому что что такое торговля? Это обмен. И поэтому инвестиции и обмен, это по сути одно и то же. Человек инвестирует, тратит свое время. Например, потратил время, прочитал книгу, получил знания. То есть, меняет время на знания. Поэтому получается, каждый человек инвестирует в себя, обменивая время на знания, знания на возможности, возможности на пользу и пользу на счастье. Вот конечная цель это счастье. Вот вам, друзья, полная расшифровка инстар. Конечно же, когда я придумывал это слово, я вот так вот досокращал, чтобы не было это имя занято. Чтобы были свободные ссылки там в ютубе, в инстаграме, в твиттере. Чтобы не было авторских прав на это слово. В общем, я очень долго это слово придумывал. И вот в начале 2018 года я придумал это слово. И получается, объединил всю свою деятельность, всю свою философию под именем инстардинг. Также вы могли заметить, что очень часто меня называют инстардингом. И я себя так называю. Потому что я и инстардинг это одно целое. Я как создатель проекта, да. И вот весь мой опыт в этом слове. Все то, что мне помогло достичь успеха, счастья, богатства. Вот все эти знания, они трансформировались в философию инстардинг. В это слово инстардинг. Поэтому я и инстардинг это как бы одно целое. Теперь переходим к миссии проекта инстардинг. Сейчас вот прозвучат очень важные слова. И вы поймете, почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Миссия проекта инстардинг объединяет людей, делая их счастливыми. С помощью таких инструментов, как любовь, позитив, созидание, благодарность, грамотность, осознанность и равенство. Только эти инструменты, которые я вот перечислил, способствуют счастью. Только эти инструменты соответствуют миссии и философии проекта инстардинг. И мы не работаем с такими инструментами, как борьба, негатив, религия, политика с ее принципами национализма, патриотизма. Это все не соответствует нашей философии, не соответствует миссии. Это все разделяет людей. Это не объединяет людей, а миссия проекта, еще раз, объединяет людей. А вот политика, она разделяет людей. Она защищает интересы только определенной группы людей. Поэтому вводятся такие понятия, как национализм, патриотизм. Это все разъединяет людей. Это делит людей на своих и чужих. Вот, они плохие, мы хорошие. Вот, нужно так, а так не надо. Поэтому мы об этом не вещаем, мы туда не лезем, потому что по нашей философии, вот, давайте подчеркну, по нашей философии, политика там не способствует счастью. Это все не способствует благоприятному влиянию на этот мир, не способствует. Религия в том числе. Это все разделяет людей. Лучшая религия, запомните, это любовь. Это лучшая религия. Вот только любовь объединяет людей. Только с помощью любви можно изменить этот мир. Это по философии инстардинг. Опять же, вы можете с этим быть не согласны. Если говорить о принципах равенства, то что такое равенство по философии инстардинг? Каждый человек, каждый человек в этом мире достоин любви, счастья, богатства, уважительного отношения. Каждый человек. Нету никакой там высшей расы. Нету никаких там плохих, хороших. Есть просто люди, которые родились в такой среде, которые попали в такую ситуацию, поэтому они так себя ведут. Но каждый человек достоин любви. Не важно, откуда он, какой у него паспорт, какой у него цвет кожи, какую должность он занимает. Это все не важно. По нашей философии это все не важно. А вот те люди, которым было это важно, да, кто какой расы, кто какой там национальности, посмотрите, сколько горя они причинили планете. Сколько людей они уничтожили. Вот взять Гитлера, да, вот с его идеей там высшей арийской расы. Взять, например, крестовые походы. Сколько людей погибло, сколько там перебили людей на этих крестовых походах. В этом есть Бог, скажите, в этом есть Господь. Конечно же нету, нету. Видите, к чему это все привело. А вот любовь, любовь к такому не приводит. Любовь приводит только к счастью. Любовь объединяет людей. Поэтому вот любовь это основа философии Инстардин. Поэтому только счастливые люди могут объединяться в созидательные сообщества и менять этот мир к лучшему. Потому что счастливым людям абсолютно наплевать, кто какой веры, кто какой национальности. У таких людей есть, знаете, какая-то душевная близость, вот, которой движет любовь. А вот у несчастливых людей нету душевной близости. Они тоже объединяются, но ими движет страх, ненависть. И объединяются они в опасные группировки, в стаи. И там они четко разделяют людей по национально-видовому и религиозному признаку, по уровню дохода. Вот они там четко делят людей на своих и чужих. И вот я считаю, что это деструктивная модель, которая разрушает наш мир. В общем, друзья, теперь вы знаете миссию проекта, знаете философию проекта. И я скажу, что так было всегда. Всегда была модель любви и созидания. Всегда. Потому что вот по философии инстардинг, лучше создавать, а не разрушать. Не нужно бороться со старым. Не нужно тратить на старые свою энергию. Потому что когда ты в борьбе, ты отдаешь старому свою энергию. Направь эту энергию на новое. Лучше создать такое новое, такое крутое новое, чтобы до старого людям не было дела. И люди, да, подтянулись как бы к тебе, подтянулись к новому. Потому что они видят, что новое лучше. И тогда необходимость в старом отпадет. Поэтому с ним не нужно бороться. Вот такая моя философия. Так и создался вот наш проект. Люди сами вот присоединяются к нам, потому что видят, что только такая философия способствует счастью. Только такая философия. И мне не нужно бороться там со старой системой. Зачем? Люди сами видят, что старая система не приводит к счастью. Старая модель не приводит к счастью. Вот модель жалоб на жизнь. Модель там негатива. Модель жизни взаймы. Кредитов. Тусовок. Там разгульного образа жизни. Это не приводит к счастью. Не приводит. И поэтому люди живут по философии инстартинг. Потому что, ну, как может не привести к счастью, там, финансовая грамотность, развитие, рост. Как это может не привести к счастью? Это автоматически приводит к счастью. И люди видят, как изменилась моя жизнь. Как изменилась моя жизнь. Потому что я тоже жил по старой модели. Начал жить по вот новой философии, с новым мышлением. И вот как изменилась моя жизнь. Вот что привело меня к богатству, к счастью, к свободе. Люди это видят. И поэтому не нужно бороться со старым. Люди сами будут последователями такой философии. Да, сейчас в мире тяжелая ситуация. Тяжело даже нашей философии как бы выживать в этом мире. Потому что миром правит, так сказать, негатив, острые темы, там, секс, сплетни, расследования, вот войны. Это все подогревается. Это все вливается в массы. И вот весь этот негатив, весь этот трэш потребляют большинство людей. И поэтому у них такая жизнь. Вот куда они отдают внимание. Куда они инвестируют время. И да, модель критики, борьбы, негатива, она будет намного популярнее, чем вот модель любви. Да, намного популярнее. Я и не стремлюсь туда, вот к тем хайпам, к тем просмотрам. Вот наша философия для одного процента, для одного процента людей. А большинство всегда будет потреблять вот весь тот шлаг, на котором большинство каналов акцентируют внимание, хайпят на этом. Но важный момент, какую аудиторию они собирают вокруг себя? Таких же злых и недовольных людей. А какую аудиторию собираем мы? Вот в этом и вся разница. Поэтому не сравнивайте меня там с другими личностями. Вот как меня там человек сравнил с Эндрю Тейтом, говорит, ты украинский Эндрю Тейт, инфобизнесмен. Есть вот мировой Эндрю Тейт, а есть русский Эндрю Тейт. Это Арут. Ребята, наши проекты кардинально отличаются. Если взять там того же Арута, Эндрю Тейта, у них там хайп, деньги, успех. Поднимают они всякие острые темы, на которых можно похайпить. Там тема секса часто у Эндрю Тейта. Поэтому он и взлетел. У него совершенно другая философия. У меня же философия любви, философия счастья. Потому что я считаю, что без счастья бессмысленно говорить о деньгах, о криптовалюте. Какой в этом смысл? Какой в этом смысл, если это не приводит к счастью? Вот эти вот понятия, деньги, счастье, они очень тесно взаимосвязаны. Очень тесно. И нельзя разделять одно от другого. Нельзя. Поэтому, ребята, я не стремлюсь там покорить мир. Не стремлюсь стать там миллиардером. Или как Эндрю Тейт, триллионером. Он говорит, что он уже там триллионер. Ребята, это не моя философия. Я самый счастливый человек на земле. Зачем мне те триллионы долларов? Что, они сделают меня счастливым? Я делюсь с вами своей философией. Все, этого достаточно. Я получаю поддержку от людей. Этого достаточно. У меня есть любимая женщина. Этого достаточно. Я не стану счастливее там с яхтами, триллионами долларов. И со всеми там остальными атрибутами успеха. Да, это улучшит мою жизнь. Да, это сделает мою жизнь разнообразнее. Но я знаю, в чем истинное счастье. Поэтому не вешайте мне чужие ярлыки. Я такой, какой я есть. И наш проект такой, какой он есть. Вы вот полностью познакомились с его философией, с его миссией. Если вы эти взгляды не разделяете, пожалуйста, не смотрите. Не смотрите нас, не присоединяйтесь к нам. Если интересно, присоединяйтесь к нам в наше сообщество, в наш там закрытый клуб. Но опять же, вы знаете философию. Вы знаете философию, вы знаете миссию. Миссия объединять людей. И вот в нашем закрытом клубе люди из разных стран, разных национальностей, на разных языках общаются, разную там религию исповедуют. Но объединяет этих людей любовь, счастье и финансовая свобода. И все ребята, которые присоединяются к нашей команде, тоже разделяют такую философию. Я никого не искал, я вам уже говорил, я никого не искал, меня сами ребята нашли. Вот все ребята в моей команде это подписчики. Это подписчики, которые разделяют мою философию, которые тоже сами себя создали с полного нуля. И изменили свою жизнь. Вот такой у нас проект. Вы тоже можете стать одним из членов нашей команды, если там мы будем там расширяться, нам что-то понадобится. Каждый это может сделать. И нам не важно, кто вы, откуда вы. Главное быть человеком. И все. Вот мои принципы. Вот моя философия. Я никогда не культивировал ненависть, агрессию, борьбу. Это ни к чему хорошему не приводит. Ну вот скажите, к чему это приводит? Только к плохим каким-то последствиям. Но разве это улучшало жизни людей когда-нибудь? Никогда это не улучшало жизни людей. И еще раз повторюсь, мы не тратим свое внимание на те вещи, которые разделяют людей. Которые не способствуют счастью. Мы тратим свое внимание на те вещи, которые объединяют людей. Которые делают их счастливыми. Точка. Все, друзья. На этом буду прощаться. Огромное спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк. Распространяйте это видео. Также пишите в комментариях свое мнение. Всех по традиции, люблю, целую, обнимаю. Всех значит всех. Абсолютно всех. И врагов, и хейтеров, и тех, кто поддерживает меня. Огромное вам всем спасибо. Вы делаете мою жизнь и жизнь людей лучше. Каждый человек, учитель, каждый человек приносит пользу. Все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok